Прекрасная погода, трасса здоровья. Я думаю, что многие, кто сейчас сидит дома, думают, ну вот бы сейчас шашлычок под коньячок. Но у меня сегодня вместо этого с собой муравьиный спирт в качестве антисептика, маска, в эффективность которой я не особо-то и верю. Мы решили пройтись по самым шашлычным местам города, чтобы понять, так действительно ли барнаульцы самоизолировались дома. Картина постапокалипсическая. Выходной день трассы здоровья пустая. Нет любителей бесплатных печенек и чая от известной торговой сети. Зожники и собачники почти не встречаются. Шашлычников и вовсе нет. Я знаю, ладно, я до леса доехала, я иду домой. Понятно, я немножко. Накануне власти попросили воздержаться от прогулок по ленточному бору. Тропа здоровья в этих условиях тоже может стать тропой нездоровья, поэтому я бы рекомендовал воздержаться. По всей видимости, барнаульцы теперь шашлычничают в узком семейном кругу, как и положено в 100 метрах от дома. Это улица Кутузова. Ну а что вы вообще думаете по этому поводу, по поводу режима самоизоляции? Бред. Бред, да? Конечно. Но это уже не шашлычное место, зато сердце города – площадь Сахарова. Обычно здесь даже в будний день очень много гуляющих, целыми семьями, влюбленные с детьми, да что уж рассказывать, сами все знаете. Сегодня, как мы видим, очень пусто. Прямо трагикомедия, случайные встречи. Кстати, как признаются барнаульцы, в городе заметно увеличилось количество полицейских. Они не успевают до нас подходить, мы уезжаем. А мы видим, что они в нашу сторону едут, и мы сразу уезжаем. Потом приезжаем. Не исключено, что скоро в крае ужесточат режим самоизоляции, а штрафы за беспечные прогулки станут реальностью. Тогда жителям региона самим не захочется выходить из комнаты и совершать ошибку. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком.